Всем привет! Вы смотрите мастер-класс от магазина Линдомания. Сегодня мы с вами будем изготавливать вязаные колье. У нас будут цветные. У меня один из цветов персиковый, другой серый. Ну и приступим сразу. Первый слой колье у меня будет персиковым цветом. Для того, чтобы начать, я вокруг пальца сделаю петлю. Таким вот образом. Вкладываю крючок под петельку. Поднимаю с углом микрорайонку и провязываю воздушную петлю. Прямо образом у нас получилась первая воздушная петелька. Мы с вами обошлись без зелков, что очень круто и здорово, потому что узлы с пряжей ленты, они, конечно, большие и их видно. Лучше избегать узелков. Даже если у вас провалась пряжа, закончилась, или вы хотите соединить два цвета, лучше сшить аккуратно по кромочке, сшить две нитки между собой. Таким образом вы избежите узлов. Первая воздушная петля у нас готова. Мы ее не затягиваем. И вяжем дальше воздушные петли. Нам их всего понадобится 24, 23 нужно для коньей, а там для подъема. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и двадцать четвертое для подъема. Дальше все очень просто. Мы будем провязывать столбики без накида. Одна петля у нас воздушная для подъема. Во вторую петлю от края вкладываем крючок и вяжем столбик без накида. И так движемся дальше в порядке. Для работы я взяла крючок десятого размера. Он выполнен вне зонтал. И пряжа ленты. Один цвет персиковый и второй цвет серый меланж. Классные панья и цветы сделать очень быстро. Буквально уходим внутривительно, максимум 40 со всеми доработками. Поэтому с удовольствием берите и делайте. Это очень классный способ разнообразить палитру украшений в вашем гардеробе и сделать все разных цветов украшений, чтобы точно сочеталось со всей одежде. Я заканчиваю и провязываю последнюю петельку. Теперь мы будем делать декоративный элемент. Я выбираю лицевую сторону вот эту вот. Изнаночная у меня выглядит вот так. Теперь я буду с лицевой стороны вывязывать косичку. Сейчас покажу, как я это делаю. Вкладываю крючок между петлями. Первый и второй. Вытягиваю свободный край ленты. И его же провязываю сквозь петлю. Вкладываю между петлями. Вытягиваю свободный край ленты. И этот же свободный край провязываю через петлю. У меня будет получаться сейчас косичка. Сейчас покажу вам. Вот такая косичка получается. Так двигаюсь дальше по ряду. Как видите, при вязании конье само загибается и становится пол круглым. Я заканчиваю декорирование. Первый ряд в колье вывязываем последнюю косичку. Ленту я вытягиваю. Этот конец нам потом предстоит с вами спрятать. У нас получилась вот такая заготовка. В принципе, половина колье уже сделана. Второй ряд в колье у меня будет серого цвета. Я беру нитку. Оставляю достаточно длинный кончик. Потому что у меня это будет сразу завязочкой являться. Вкладываю крючок в подобие стеночки первой петли. Вытягиваю свободный край ленты. И провязываю петлю для подъема. Вкладываю крючок в подобие стеночки петли. Вытягиваю свободный край ленты. И вяжу столбик без накида. И таким образом двигаюсь дальше. Вывязываю столбики без накида. Я заканчиваю вязать второй ряд. Мне осталось последний петель. Ниточкой я сразу вытягиваю смело. Это будет второй конец завязки. Как видите, колье у меня накруглилось самостоятельно. Без моей помощи. Количество петель я не убавляла. Не прибавляла. Вот такой вот. Осталось делать и мало. Нам нужно будет спрятать вот такие кончики. Их, как обычно, мы прячем сквозь петли. Я бы вам советовала с обратной стороны колье. Самым незаметным шумом, который вы умеете куда-нибудь прихватить ниточками, чтобы точно у вас кончик ленты не выглянул ниоткуда. Вот эти завязки ближе к центру переместите. Которыми вы будете пользоваться. Чтобы колье не закручивалось у вас. Вот здесь видите, у вас это первая серая ниточка. Она у вас уже немножко смещена к центру. Осталось на этот же уровень вытащить вторую. И у вас симметрично расположены веревочки, с помощью которых вы будете завязывать. С этой стороны тоже, конечно, нужно будет вытащить оранжевую ниточку и спрятать ее с обратной стороны. В результате у нас должно получиться с вами вот такое вот нарядное колье. Крупное украшение. Носите его с удовольствием. Оно из природных материалов, стопроцентного хлопка. Постараюсь в ближайшее время снять еще варианты колье из пряжи и ленты. Спасибо, что пишете ваши пожелания относительно будущих видео. Приятного вам творчества. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok